Приветствую вас, Алина. Я думаю, что для начала не совсем вообще понятен ваш вопрос. Вы спрашиваете о том, нечестно ли будет отпустить молодого человека. Это странный вопрос, потому что вам на него нужно ответить самой. Сами на него ответить вы не можете, потому что вам застилают глаза обида. И, в общем-то, да, с обидой в первую очередь мы у меня поработали. С обидой это ожидания, которые у вас есть по отношению к человеку, ну к партнеру. Не только к человеку, но в данном случае речь идет о человеке. Ожидания порождаются желаниями и ответственностью, за которых вы перекладываете на, собственно говоря, молодого человека. То есть, вы чего-то хотите для себя, но считаете, что вам это должен давать именно молодой человек. Не вы сами отвечаете за свои желания, а молодой человек. Это первое. Второе. Вот если посмотреть на вашу ситуацию, на ваше описание ситуации, вот так просто со стороны, то выглядит достаточно все однозначно. У молодого человека есть свой образ жизни, у молодого человека есть свои представления об отношениях, у молодого человека есть свои желания. И он нашел идеальный компромисс, чтобы все это реализовывать. Ни к чему не обязывающие отношения с вами. Виртуальный секс, то есть по сути, да, хоть и незамена настоящими, но тем не менее. Тем не менее. И соответственно, какие-то подобные отношения с его стороны. С вашей стороны, нехватка внимания, отсутствие совместного времяпровождения, отсутствие ощущения, что рядом с вами есть мужчина, отсутствие нормального секса, которые удовлетворяют молодого человека, но, точнее, отсутствие которого удовлетворяет молодого человека, но не удовлетворяет вас. Ну и, в принципе, отсутствие внимания. Вот. И вас можно понять. Вас можно понять. Лишь только, как бы, в настоящий момент. В настоящий момент, да, можно вас понять. Понимаете, штука в чем? Вы выбрали молодого человека для отношений. И непонятно, откуда у вас сформировались вот эти вот ожидания от него, что он будет вести себя по-другому. Вот. Непонятно. То есть, есть молодой человек. У него есть определенный образ жизни. У него есть определенная форма взаимодействия с вами. У него есть определенная форма удовлетворения своих потребностей, в том числе и сексуальных. И не очень понятно, откуда у вас возникла идея о том, что молодой человек будет реализовывать это все по-другому. Не очень понятно, откуда у вас возникла идея о том, что молодой человек должен проводить с вами больше времени. Мы же здесь говорим про обиду. Вашу обиду. Обида это? Это перенос ответственности. Раз. Желание вызвать чувство вины у партнера. Два. И способ получать желаемое от окружающих людей родительским способом, потому что этому вы научились у родительских фигур. Три. И это уже ваше деструктивное поведение, которое необходимо корректировать. Вот. И в этом контексте всплывает вопрос. Но если вы требуете от молодого человека, а обида это требование, того, что он вам дать не может, то здесь вопрос. Уверенности в себе. Уверенности в себе. Самооценки. Реализованности. Страхов. Сомнений. Желание быть защищенной. Бодренности во внимание. И прочее. Да? Сразу. Появляется в этой вот истории. Потому что вы не можете просто вот, ну, решить для себя вот, ну, вот хорошо, ты не можешь, ну, типа, ты можешь только это, а меня не устраивать, прости. У меня, там, другие представления об отношениях между мужчиной и женщиной, ну, в принципе, это ваше право, да, это ваше право. У меня другие представления об отношениях, я считаю, что мужчины и женщины, там, должны по-другому общаться, всё. Даже блокировать не надо, удалять не надо, ничего не надо. Но вы говорите, что он мне нравится. Он мне нравится, если бы отношения развивались так, как я хочу, то это была бы влюблённость. Минуточку, Арина. А кто вам нравится? Вот, кто вам нравится? Вам нравится, как раз таки, не мужчина, какой он есть. Вам нравится то, что вы видите в нём. То, точнее того, с кем, как вы считаете, он может быть, но он не такой. И вот почему-то вы отказываетесь принимать реальность. И здесь возникают, конечно, вопросы такого плана. Почему вы выбрали отношения, как я понял, на расстоянии? То есть, ну, не случайно ли вы выбрали, точнее, случайно ли вы выбрали такого рода, такого плана отношения? Да. Не боитесь ли вы на самом деле близости и сближения? Потому что, если бы вы не боялись сближения, ну, возможно, вы бы и не выбрали такие отношения. Какой у вас есть негативный опыт, негативный опыт отношений до молодого человека? Что это за опыт? То есть, его нужно разобрать, да? Понимаете? Вот, понимаете, в чём сути, в чём сути проблемы? Дальше. Так, у молодого человека нет на меня времени, то есть, оно есть, но только на скайпе или видеозвонки по ваттапу, голосовые сообщения, мессенджеры и всё так далее. А ещё он хочет виртуальный секс. Ну, в принципе, что хочет, то хочет. И время, это, опять же, право человека распоряжаться своим временем так, как он хочет. Объективно, у него госслужба, своя фирма, в которой уходят все силы и средства, и сырь, которая живёт в другом городе. И я смирилась, что на меня не будет времени, сыр, здоровье, потенции. Постоянно загружено, не высыпается. Только вот эта видеосвязь и фоточки, куда будет уходить потенциал, на расстоянии. Вы пишите, я смирилась. Что означает? Что я приняла. Я приняла реальность, такой, какая она есть. Просила себя устраивать на меня эту реальность. Вижу ли я в ней, в этой реальности, для себя перспективы. То ли это, чего я хочу? И если да, то смирилась. Пишу и сама расплакалась эта обида. А вот, то, что вы расплакались в этом мире, говорит о том, что вы не смирились. Это не смирение. Это скорее похоже на принуждение. Чтобы принудили себя. Почему-то. Вот, натурально. Принудили себя. Потому что это лучший вариант. Вот такое у меня чувство возникает. Парень считает, что это тоже часть отношений, что это нормально, он занят делом, не другой баба. Я порвала отношения в одностороннем порядке. Ну, в принципе, это ваше право. Опять же. Опять же. Парвали отношения в этом стороннем порядке. С одной стороны, своё право. С другой стороны, зачем блокировать. Просто сказать, что с этого момента мы с тобой просто общаемся. Никаких фоточек, никакого вакуального секса, ничего. Просто общаемся как друзья. Но нет, вы не можете этого сделать. Вы не смогли этого сделать. Вопрос, почему? То есть, вы от отношений что-то хотите для себя получить. Вопрос заключается в том, что и почему вы сами это не, ну, не пытаетесь получить. Именно сами, самостоятельно. А только вот через, ну, молодого человека, да? То есть, как бы, по сути, речь идет о том, что вы от него зависли. Сейчас, на данный момент. Дальше. Заблокировало его везде и успокоилось. Ну, почему заблокировали, да? Как успокоились? Ну, он меня нашел на ресурсе, где я играю в игры и написал, что я психанула сама и он от меня не уходил. В любой момент хочет продолжить разговор. Ну, это по сути, перекладывание ответственности с одной стороны, а с другой стороны, это по сути, нежелание отпускать шанс реализовывать свои потребности максимально удобным способом. Я не знаю, как правильно оценить эти отношения. Само слово «правильно оценить», само сразу «правильно оценить» уже является ложью, потому что правильно оценить невозможно. Каждый оценит по-своему. Но и оценка является очень субъективной и ложной историей. Неважно, как вы чувствуете. Если вы чувствуете, что это не важно, если вы чувствуете, что вам не комфортно в отношениях, если вы чувствуете, что хотели бы другого и представление у вас об отношении к другим, все, никаких оценок быть не может. Он считает, что в моем лице я встретил свою женщину, но чем это воскрепляется? Вечно в его усталости, выпутрученности, отсутствие. Так. Ну, тут скорее уже ваши идут стереотипы, восприятия мужчины, потому что мужчина может считать, что своя женщина – это таз, который может побыть слабым, просто вот побыть слабым. А вы почему-то считаете, что мужчина слабым? Быть не может слабым. Опять же, если вы так считаете, это ваше право. Но тогда нужен другой мужчина. Нету. Мы не ходим в кино, не гоняемся по ночному городу на авто, не устраиваем вечер надлевечер для двоих, я не получаю цветов и знаков не могу. Но это всё, опять же, вы говорите про свои представления об отношениях. Которые не имеют ничего общего с тем, что есть на самом деле. Вот, просто не имеют ничего общего. Вы либо добиваетесь реализации своих представлений, то есть, ищите такого мужчину, который даст вам вот это всё. Кстати, а откуда такая... такая акцентуация на вот этих вот вещах, на атрибутах? То есть, у меня такое ощущение, что вам важен не столько человек в отношениях, сколько атрибуты отношений сами. А для чего вам атрибуты отношений? Чтобы почувствовать себя определённым образом. Как почувствовать? Ну, например, почувствовать себя любимой, почувствовать себя значимой, почувствовать себя нужной. Как вы думаете? Это проблема отношений или чисто ваша внутренняя проблема? Которую вы пытаетесь решить через отношения. Через отношения. Дальше. Уставшего мужика, который еле ворочить из комнат, чтобы с тобой поговорить. Ну, соответственно, да? Это вот... Ваше притязание. Я ему хотел бы сказать, что не вижу перспектив в отношениях, что у него нет ресурсов на то, чтобы иметь девушку. По супер-остаточному принципу, и склонно думать, что это идёт от его нежелания. Нет. Вы думаете, что это идёт от его нежелания, потому что вы не уверены в себе и объясниваете себя. Вы считаете себя недостойной в глубине души отношений. У мужчины своё представление в отношениях. И он считает, что моя женщина – это та, с которой я могу быть слабой. Вы почему-то слабого мужчину рядом с собой не видите. Возможно, опять же, именно потому что сами этой самой слабости боитесь или отчаянно её хотите. То есть, хотите очень сильно быть за мужчиной. Но выбираете вы совсем другого человека. Ну и отношения, вот ваши описания отношений очень похожи на описания больше dash-на-dash. А не на безусловном принятии друг другом. Так. Близкие утверждают разные. Не очень понимаю, при чём здесь близкие и зачем вообще вы их спрашивали. Опять же, это говорит о том, что вы в себе не уверены. Значит, кто-то прямо говорит, что я не очень нужна. А так, ну опять, вы говорите про фотки, но вы же сами их посылаете мужчинам. То есть, вы же сами их посылали. Зачем? Ну, если у вас есть представление об отношениях. Если у вас есть представление о сексе. Зачем? Зачем? Или вы думали, что он выпал людям фотки. Он, значит, займётесь виртуальным сексом. И после этого всё перечечёт секс реальный? Так, кто-то говорит, что он реально может доставать. Ну, и то, и то правда. И то, и то правда. Я думаю, что мужчина сам не определён с этим. Он мне очень нравится. Чем? Чем нравится? Вы говорите, если бы отношения развивались, я тоже не нравится. Я тоже хочу. Ещё раз. Отношения выстраиваются на безусловном принятии партнёра. На безусловном принятии партнёра. И вы либо принимаете его полностью, либо нет. Вы не принимаете. Что? Сопрос закрыт. Кроме обид и тех проблем ваших, которые я описал. Так, дальше я не понимаю его мотивов. Обида не даёт мне оценить их обид. Но, объективно, вы не могли бы их оценить в любом случае. Потому что вы находитесь в отношениях. Вот. Что касается обиды, то с обидами нужно работать. Обидами нужно работать, обидами. Лучше врядом будет отложить разговор на несколько дней или на недельку. Поработать с психологом. Снять хотя бы основное напряжение. Разобраться во всём и после этого уже поговорить. Поговорить, например, в сторону того, что вам нравится молодой человек. И что вы, в принципе, готовы не продолжать отношения. Но, если нет перспективы, например, совместного проживания. Если нет перспективы, что вы будете вместе, что вы будете больше времени проводить физически вместе. То вы в этом не видите никакого смысла и вы будете правы. Важно сформулировать свои интересы и отстаивать их. Защищать их. Понимаете? Возможно, показать мужчине, что в том, что отношения на расстоянии есть не только плюсы для него, но и минусы. Например, что вы общаетесь с другими мужчинами. Например, что вы пропадаете, что вы не выходите на связь и прочее, прочее, прочее. Это тоже можно сделать. Но для этого необходимо, чтобы помимо мужчины у вас были еще и свои интересы. Чтобы у вас были еще и свои ориентиры. Чтобы вы двигались сами по жизни куда-то. А у меня такое ощущение, что вы на мужчине сконцентрировались через шуры полностью. Это и порождает обиду. Это и порождает обиду. Но представьте себе, если бы вы были единственный клиент. Вы единственный клиент. И вы не оценили мой вопрос. А я с вами связывал свою профессиональную состоятельность. И вот вы не оцениваете мой вопрос, потому что это мой ответ, потому что он вам не понравился. Или вы не смогли его открыть. Или просто прослушали и даже не знали о том, что можно оценивать ответы. А для меня это трагедия. Понимаете? То есть мы живем в разных реальностях. И вот вам необходимо принять свою реальность и принять реальность молодого человека. И увидеть, что эти реальности существуют. Они одинаково равноправны, но они могут быть совместимы, а могут быть нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я рекомендую вам изучить треугольных картмана, потому что вы находитесь в этой ситуации в позиции жертвы. Ну, как и любой человек, который обижается. Видите, вы обвиняете молодого человека в том, что он не расстается и, собственно, отношения не развивает. И вы говорите, что у мужчины нет на меня времени. Так а почему только у мужчины, у мужчины? А вы? Где вы-то? Где вы-то в этом этом? Где вы-то? Где ваше участие? Где ваши интересы? Где ваша позиция? Почему у вас обиды, а не позиция? Да? Почему у вас? Обвинение. Обвинение. А не выражение своих желаний. Спокойное, четкое выражение своих желаний. Да? Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.